В борьбе за второе и третье место на ледовом поле Ice Palace команда хоккейного клуба Анапа встретилась с командой Северские Волки. За минувший год игроки Станицы Северская обновили основной состав команды, но это хоккеистам не помогло. Хоккейный клуб Анапа практически всю игру провел на половине соперника и одержал уверенную победу, приблизив себя на шаг к основной цели – выходу в финал. Счет 10-5 в пользу анапчан. Это спорт. Побеждает, конечно, дружба, но сегодня Анапа была сильнее. Удачи им, удачи в финале. У них, я так считаю, более сбалансированный состав. Они сыграли ровно. Ну и на их стороне была сегодня удача. Поздравляю их с победой, заслуженной победой. По итогам финальных игр в борьбу за первое и второе места вышли команды Анапа и Изумруд из Крымска. Заключительный матч стал настоящей проверкой силы духа, выносливости и стремления к победе. Первый период показал, что команды не уступают друг другу ни в скорости, ни в технике. Очень тяжело. Команды сильные у них собрали. Еще в меньшинстве много играли из-за некоторых товарищей. Ну, в меньшинстве две изобилия. Ну, надеюсь, дальше так, если пойдет, выиграем. Второй период игры вновь подтвердил, что соперники из Крымска уступать не намерены. Силовые приемы, удары клюшками, подножки, удаление с поля следовали одно за другим. Это заставляло нервничать не только тренерский состав, но и болельщиков. Папа, почему ты вороты не держишь? И только в третьем периоде хоккейному клубу Анапа с огромным трудом удалось оторваться от команды Изумруд. Счет 5-3. Команда Анапы побеждает в товарищеском турнире, посвященном Дню физкультурника. Хочу поздравить ХК Анапа с победой, с первым местом. Ребята старались, выложились. При том, что игра давалась довольно-таки сложно. Где-то сами испортили там ненужными удалениями. Ну, в принципе, забили в определенный момент, там нужные шайбы повели. И с небольшой разницей, с комфортной. Ну и в конце там пришлось немножко попластаться в плане поиграть в меньшинстве. Там 5 на 3. Ну, спасибо ребятам, выстояли. То есть довели до нужного результата игру. Первая победа 2016 года в копилке Анапчан. Кроме этого, лучшие хоккеисты, которые показали достойные результаты, были награждены особыми подарками. От спонсора турнира – Центра здоровья. Им вручены сертификаты на бесплатное медицинское обследование. Но, как рассказал руководитель любительской хоккейной лиги Краснодарского края Сергей Томов, прогнозы на будущее делать еще рано. В этом сезоне прогнозы делать сложно. Первое – это отсутствие собственного льда. Минус. Второе – то, что команда может быть немножко переформирована. То есть какие-то придут новые игроки, которые смогут показать более высокий результат. Ну, хочется надеяться, что в этом сезоне будет более интересный хоккей.